Я как-то веду себя так, мама не должна себя вести. Нет, я не хочу выглядеть старше. Я хочу выглядеть, наверное, более женственно. Я на самом деле не понимаю эту несправедливость, не готова с ней мириться, почему такие красивые девочки почему-то где-то как-то в себе неуверенные, как это работает, не понимаю. Утверждение. Все хотят выглядеть моложе. Правда, неправда? Неправда. Нет, это зависит от возраста. Вкус и стиль, они приходят к нам с возрастом. Конечно. Когда мы начинаем раскрываться и узнавать себя. Да, это правда. Но тем не менее, вот эта вот униформа, которую сейчас носят все, вот это вот худи, джинсы, вот эти спортивные костюмы с капюшонами, это такая, вроде бы, примета молодежного гардероба, да? Или те, кто хочет выглядеть моложе. Или те, кто хочет выглядеть моложе. А у нас, вы знаете, сегодня совершенно иной случай. Совершенно. И вот тут вы оказались, наверное, где-то правы, когда говорили, что далеко не каждый человек хочет выглядеть молодым. Но об этом мы узнаем буквально через несколько минут. Поэтому я предлагаю начинать. Да? Все, тогда все по местам. Здравствуйте. Это телепроект «Одеть надежду», где мы оказываем скорую помощь вашему гардеробу и вашей самооценке. Каждую неделю мы показываем вам, каким потенциалом обладает ваш собственный гардероб и учим составлять комплекты, которые, может быть, вам бы и в голову не пришли. А все потому, что мы против стихийного шопинга и стремимся бережно относиться к деньгам и ресурсам, в том числе и к природным. А еще рассуждаем о моде, психологии, насущных проблемах и доказываем, мы все красивы без исключения. Не верите? А вот увидите. Меня зовут Анна Тух и сегодня со мной в студии. Стилист проекта «Одеть надежду», мастер функционального гардероба, имиджмейкер Виктория Клочкова. Психотерапевт, автор и соавтор книги «Самогипноз и активное самовнушение» Сергей Гудков. Преподаватель кафедры дизайн-костюма Института дизайна и технологии Омского государственного технического университета Наталья Соснина. Наша сегодняшняя героиня очень любит своего 13-летнего сына, который уже догнал ее по росту и даже немножечко перегнал. И это здорово, с одной стороны. А вот с другой, какие могут из этого вытекать проблемы? Давайте посмотрим. Питько Валентина Михайловна. Мне 33 года. Я не замужем. И есть сын, подросток 13 лет. Совсем недавно Валентина работала продавцом в маленьком магазинчике эко-товаров. Но эта работа не приносила ни радости, ни удовольствия. Валентина поняла – нужно сменить профиль. Хоть и страшно было, но наша героиня набралась смелости и уволилась, не раздумывая. В данный момент я не работаю, но я в поиске работы. Я закончила колледж на фармацевта и решаюсь пойти работать в аптеку. Пока Валентина решила устроить себе небольшой отпуск, набраться сил перед поиском новой работы. Да и подрастающий сын Елисей все чаще требует внимания. Теперь они с мамой часто выбираются на прогулки, вместе занимаются спортом, йогой. Сейчас я провожу с сыном гораздо больше времени, и мы можем позволить себе сходить куда-то, поразвлекаться. Допустим, мы на батуты ходим, прыгаем, на роликах покататься можем, в виртуальную реальность ходили, в кино. И все же сын взрослеет, у него появляются свои интересы и своя компания. Но Валентину это не пугает. Она старается собственную жизнь делать увлекательной, насыщенной. У меня вообще много хобби, много увлечений. Одно из последних – это танцы кубинские. Валентина говорит, танцы помогают не только быть всегда в форме. С их помощью она избавляется от стрессов, забывает о неприятностях. Одним словом, превращает негативную энергию в созидательную, творческую. В основном у меня творческие увлечения, то есть я что-то делаю руками. И я попробовала практически все. То есть я из бисера брошки делаю деревянные украшения, из конфет, букеты, из фоамирана цветочки. Ну, в общем, все, что можно с мелкой моторикой. Игрушки из шерсти, валянием занимаюсь, выжиганием по дереву. Это своего рода медитация. То есть я отвлекаюсь от всего, что происходит вовне. И погружаюсь в это дело. Мне нравится процесс даже больше, чем какой-то итог. И в танцах мне тоже нравится процесс. Я не стремлюсь танцевать лучше всех. Просто вот именно получать удовольствие в данный момент. Валентина уверена. Совсем не случайно подруга рассказала ей, что одеть надежду ищет участниц. Это точно была судьба. Героиня, не задумываясь ни секунды, тут же заполнила анкету максимально развернуто, ответив на все вопросы, и стала ждать. Я люблю всякого рода проекты. Чтобы где какую рекламу не увидела, я стараюсь сюда попасть. Валя очень надеялась, что ей позвонят. Ведь у нее есть четкая, конкретная задача. Хочу выглядеть как мама. А я выгляжу практически как сестра своему сыну. Иногда хочется выглядеть не как подросток. Нет, я не хочу выглядеть старше. Я хочу выглядеть, наверное, более женственно. А вот эту подростковость убрать. Многие знакомые, родные не считают меня взрослой. И стараются как-то поучать. И я, наверное, через одежду хочу проявить себя и показать, что я уже взрослая. Неуместные замечания близких людей ранят сильнее всего. Ни один из тех, кто рядом, никогда не говорил Вале, что она красивая, изящная, обаятельная. Так что самооценка у нашей героини сейчас ниже среднего. Конечно, я нахожу в себе недостатки. Это... Тут даже вопросов не может быть. Вообще считаю себя некрасивой. Если спросить Валентину, чем она гордится, она скажет – точно не внешностью. Но повод для гордости у нее все же есть. И даже не один. Я горжусь своим умением добиваться целей. У меня преобразование. И я этим горжусь. Я бы хотела больше внешнего преображения, что-то вот с прической. И чтобы стилист порекомендовал, какая мне одежда мне подходит. И сделала бы меня, наверное, более уверенной в себе. Итак, встречайте, наша героиня Валентина Федько. Здравствуйте. Валя, садитесь, пожалуйста. Давно не виделись мы с вами. Прошло, наверное, достаточно прилично времени. Скажите, на работу удалось устроиться? Да, со следующей недели выхожу. О, хорошо, замечательно. Скажу вещь, которая, может быть, вас немного расстроит. Но я не хочу вас обидеть. И, пожалуйста, не воспринимайте это как что-то такое вот очень обидное. Я не люблю, когда девушки говорят про себя, что они некрасивы. Я абсолютно уверена в том, что каждая женщина красива. Но еще вот такой момент. Мы заглянули в ваш Инстаграм. Ну, поскольку он открыт для всех, и все могут в него заглянуть. И увидели там некоторые фотографии. И я поняла, что вы любите фотосессии. Но вот образы, которые вы выбираете для этих фотосессий, вызывают у меня некоторые вопросы. Во-первых, мне кажется, что они для вас слишком резкие. Во-вторых, если вы хотите выглядеть взрослее и вообще хотите, чтобы вас воспринимали как взрослого человека, очень странно, что вы выбираете себе образы каких-то сказочных героев. Скажите, пожалуйста, что эти фотосессии для вас значат? Что они вам приносят, может быть? В этих фотосессиях я проявляю себя как мастер. То есть я готовлю реквизиты, я составляю сценарий. И мне это приносит удовольствие. Я как бы проявляю свои организаторские способности. Потому что больше их не могу применить. Поэтому применяю их к себе. И мне нравятся эти образы, потому что я считаю, что я такая. Это все твои внутренние миры? Да, это мой внутренний мир. Ведьма, русалка. Вы хотите выглядеть взрослее, вы хотите выглядеть как мама-подростка. Да, все верно. А что, собственно, сам сын Елисей ваш думает о том, что вы хотите выглядеть старше? Может быть, его все устраивает? Его все устраивает. Вот. Так в чем же проблема? Почему вас это не устраивает? Меня это не устраивает. Потому что я, когда иду рядом с ним, говорю, вот, повторюсь, я хочу выглядеть как мама. Чтобы и воспринимали меня другие, что я мама. Ну, вот, нужно мне вот это. Ну, хорошо. Чтобы вы говорили, что я сестра или тетя там какая-то. А нужно для чего? Поднятие, ну, вот, самооценки, что я, ну, вот, выросла, да, уже, что я не наравне с сыном. Потому что я чувствую с ним и нас, ну, и темы общие, мы смеемся. Я как-то веду себя так, мама не должна себя вести. Хорошо, смотрите. Может быть, это означает, что сын не воспринимает вас как родителя? Может быть, вы для него не авторитет? Авторитет бабушка. Мне кажется, это тонкий психологический момент, да, Сергей? Согласитесь. Да, не очень тонкий. Не очень тонкий? Достаточно такой объемный, да. Смотрите, получается, что Валентина воспринимается окружающими как человек невзрослый. Это значит, что окружающие, как мы уже сказали, считают возможным... Она сама себя не воспринимает так, понимаете? А это транслируется вовне, поэтому они тоже считывают как-то, ну, бессознательно, по каким-то мимолетным гримасам, по некоторым жестам. И они считывают, они это возвращают, и собственное самоопределение тем самым подтверждается, да. Если авторитет бабушка. Почему человек не чувствует себя взрослым? Какие причины могут быть для этого? Что такое быть взрослым? То есть быть взрослым — это, по крайней мере, жить отдельно, обеспечивать себя и своих детей, если они есть, и делать то, что хочешь, даже невзирая на то, что кто-то тебя не одобряет, в том числе твои близкие, родственники. Ну, пока нет возможности не жить отдельно. Поэтому, да, я живу с родителями. Ну, то есть, получается, начинать-то нужно как раз вот с этих моментов. То есть нужно сепарироваться, нужно финансово как-то так себя обеспечить. Наш президент психотерапевтической лиги еще лет 15 назад как-то сказал, Виктор Викторович Макаров, он говорит, что не знаю случая, когда взрослые дети и родители живут вместе, и это пошло бы на пользу кому-то из них. То есть, по крайней мере, для нашей страны территориальное разделение — это очень-очень важно, что взрослые дети и родители живут отдельно, в разных квартирах, в разных этажах, в разных подъездах, разных домов, разных улиц и, может быть, разных городов, да, так километров 200-500, не меньше. Вот. Без этого фактора, ну, не знаю удачных примеров, когда человек может взрослеть. Ребенку может быть 20 лет, 30, 50. Мне кажется, все родители, когда смотрят на своих детей, они видят в них, ну, в лучшем случае, пятилетних вот тех самых, а часто и трехлетних. Так, ты руки помыл? Ну-ка, ты покушал? Садись за стол. Ты же еще не поел, куда ты собрался? Так, вот эту шапку надень, на улице холодно, на автомате, понимаете? Самое сердечко. Ну, хорошо. Мы сейчас не можем так кардинально, может быть, изменить жизнь Валентины. Я думаю, что это ее задача, да? Но, во всяком случае, вот если речь вести о нарушении границ, вот эти вот непрошенные советы, даже от близких людей, это все равно нарушение границ. Как человеку, не скатившись в грубость, не скатившись в хамство, четко поставить себя так, чтобы вот от этих непрошенных советов, ну, если не избавиться, то сократить их количество. Наша культура бедна на выражении эмоций. У нас есть традиционные способы проявления эмоций и заботы. Это давать советы. И кормить. Проявляя свое участие. И кормить, да. Вот это то, что в нашей культуре более-менее разрешено. Если мы будем смотреть вот сюда, на этот уровень, то мы можем обозначить даже те советы, которые жутко нам не нравятся. Особенно, когда они совпадают с тем, что мы тоже сами этого хотим. Мы можем переназвать это и сказать. Спасибо тебе за заботу. Или там, я вижу в этом, понимаю, что ты обо мне заботишься, что вы меня любите в этом. Спасибо. Вот это я ценю. И тогда хотя бы частично вот это послание выполняет ту роль, которую оно несет. И те, кто дают непрошенные советы, особенно родители наши, они успокаиваются. То есть мы реагируем на намерение. На намерение называем его так, как нам выгодно. Любовь, забота, участие, внимание. И киваем головой и говорим, что мы эту часть признаем. И очень часто дальнейшее даже не нужно. Да, ну хорошо, значит, мы пришли к выводу, что если хочешь быть взрослым, нужно вести себя по-взрослому. Но выглядеть по-взрослому ведь тоже нужно, правильно? А разве не нужно при этом одеваться, как взрослый человек? Итак, давайте узнаем, каков гардероб вполне взрослый, но очень юно выглядящий Валентины. Те вещи, которые героиня принесла нам, и то, что она рассказала о своем гардеробе, в нашем следующем сюжете. Я пытаюсь быть современной молодой мамой. Я пересмотрела свой гардероб и поняла, что в основном вещи у меня перешитые мамой, сшитые мамой, купленные на распродажах. То есть это уже как бы вещи, отданные кем-то просто, подаренные и небольшая часть, которую я сама приобрела, новых вещей. Вообще я стала покупать платье. Раньше я в основном носила только... В моем гардеробе были только штаны и джинсы. Но они сейчас присутствуют, но в основном сейчас у меня платье и юбки. Что-то произошло такое, что я решила больше не носить так часто и много брюк. И носить юбки, платья, стать более женственной. Наверное, чтобы больше подходить на маму. Потому что когда я одеваю такой спортивный стиль, кроссовки, джинсы, футболку. И мы идем с сыном, меня часто путают со старшей сестрой. Вот этот вот брючный костюм мне очень нравится. Мне его подарили. Ну как отдали за ненадобность. А мне он очень даже понравился. Мне понравился цвет. Мне понравился... Фасон понравился. Я чувствую в нем себя старше, увереннее, когда одеваю. И более женственной. Это платьишко мне тоже очень нравится. Мне его подарила подруга. Она его долго носила. Вероятно, всего ему уже больше пяти лет. Оно легкое, быстро сохнет, когда его постираешь. И такое простое я его одеваю на работу. Летний сарафан, он легкий, он красивый. Что-то в нем есть такое особенное, когда я спускаю вот плечи, голые получаются. Мне очень нравится. Тоже такой женственный и легкий. Я чувствую себя в нем такой свободной. И легкой. Этот пиджачок, я даже не помню, откуда он у меня, но точно помню, что мне его кто-то отдал. Мне он нравится. Он необычный. Здесь вот такая вот молния. Здесь была пуговица, я ее отрезала. Мне бы хотелось, чтобы молния была вот так до конца. Хотела перешить, но так как-то и времени не хватило, поэтому ношу его. Ну вот как получается, так и ношу. Вот этот сарафан. Мне его тоже отдали. Здесь еще поясок коричневый. Мне он нравится, потому что он плотный. Его можно одевать в прохладную погоду летнюю. И я тоже чувствую в нем себя хорошо, спокойно, уютно. Такой приятный цвет, не яркий. Хотя яркие цвета я тоже люблю. Но меня вот он успокаивает. Я одеваю его по настроению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, получается, что большая часть гардероба Валентины состоит из вещей, которые ей отдают. И в контексте борьбы со сверхпотреблением мне вот это, например, очень нравится. Вика, а тебе? Ну, теоретически мне нравится тоже. Но на практике получается немножечко другой момент. Большинство вещей у Вали просто продолжает висеть на вешалках. Потому что, знаешь почему? Почему? Потому что они велики. И да, мы только что видели вот это бежевое платье сарафан. Да, да. Но, с другой стороны, бежевое платье сарафан нам показалось, ну, не то чтобы прямо очень-очень хорошим материалом для переработки, но, во всяком случае, мы какие-то определенные надежды на него возлагали, Наталья Олеговна, насколько я помню. Да. Оправдались ли эти надежды? В сюжете про гардероб Валентины ускользнула одна небольшая деталь. То есть молодая мама и ее подросток, уже сын, какие-то вещи из гардероба носят вместе. И мы приняли совершенно другое решение. Ну, кроме того, сарафан оказался не очень удобным в плане работы. И мы подумали, что наша идея, которая нам пришла в результате общения, она интереснее, она более ресурсная. И с вещью, которую мы предложили, можно сочетать большое количество другого ассортимента, в том числе очень женственного и нарядного. И надеюсь, что у нас это получилось. Ну, вот так я заинтересую. Валя уже в предвкушении, я чувствую. Хорошо. А поскольку мы все-таки рассматриваем тему ответственного потребления, дело в том, что вот я очень люблю шоппинг, Вика очень любит шоппинг в силу своей профессии. Вот что делать, Сергей? Если любишь шоппинг, то хочешь быть ответственным потребителем. То есть не обвиняйте нас сейчас в шопоголизме. Это как бы давайте оставим за рамками нашей программы. Но все-таки как себя остановить? Тут вопрос такой. Когда я иду за покупкой, не является ли это способом отвлечься от чего-то, успокоить себя? Когда нужна вещь, иди покупай. В чем проблема? Ну да. Если, допустим, это по профессии нужно, если она действительно нужна, очень часто то, о чем люди рассказывают, вот была распродажа, не мог удержаться, купил, и вот оно стоит. Здесь дело не в нужности вещей, не в том, что это выгодно. Это про нас? А в том, что да, это в кавычках транквилизатор вот такой. Да-да. Очнулся, шел за хлебом, очнулся с лимонными лодочками в руках. Как это? Да-да-да. Да-да-да. Вот. Вот эти спонтанные покупки, на самом деле, они же очень часто потом действительно простаивают в шкафу. Вот эти лимонные лодочки. Да-да. Ты купил просто потому, что это объект, который привлек твое внимание, и ты не можешь... Ну, то есть магнитическим каким-то свойством облатает этот объект. Ты принес домой, ты поставил, и что дальше? Да? Они мне только напоминают о том, что я очень слабовольное существо, а я бы хотела бы считать иначе. Ну да, но, наверное, все-таки тут даже речь не о слабой воле, тут речь о том, что это такой инструмент утешения, да, как и вкусная еда. Да-да-да. Вот. И поэтому, наверное, нужно понять, что тебя беспокоит вот сейчас, и вот правильно расставить все эти приоритеты. Согласны? Хотя бы так, да. Хорошо. По крайней мере, проект «Одеть надежду» правильно расставляет приоритеты, стремится популяризировать тему разумного потребления, и сейчас, Валя, мы вас попросим выйти из этой студии для того, чтобы вы, наконец, увидели ту самую вещь, которая вам достанется от молодого дизайнера. Очень скоро мы с вами встретимся снова, вы нам все покажете, и поверьте, мы в еще большем предвкушении, потому что для нас это тоже сюрприз. Валя, прошу, вот туда. Скоро встретимся. Итак, перед тем, как мы увидим Валю снова в этой студии, давайте узнаем, как Валя попала в Институт дизайна и технологий Омского государственного технического университета, зачем она там оказалась, как состоялась ее встреча, и мы с вами сейчас станем свидетелями этого замечательного события. Так что давайте смотрим. Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Валентина. Меня Екатерина. Меня зовут Наталья Олеговна. Очень приятно. Мы бы хотели вам задать несколько вопросов. Что вы хотите изменить вообще в своем стиле? Хотите ли что-то изменить? То есть я смотрю на вас, у вас довольно молодежный такой стиль, а здесь вещи такие более в классическом варианте. Вы хотите все-таки придерживаться более такого молодежного стиля или более классического? Я бы хотела выглядеть более взрослого, но при этом не выглядеть как тетенька. Джинсы, футболки, куртки, толстовки и так далее, они всех нас немножечко уравнивают. То есть вы хотите, чтобы мы создали более повседневный образ или такой вечерний? Если честно, я вообще не знаю, что с этого можно придумать. У меня никаких идей нет. Видно, что это вещи прям с историей, и они уже ресурс свой исчерпали, и с ними довольно сложно что-то сделать. А вообще предпочитаете в жизни какой стиль? Совмещаю классику и спортивный стиль. Как к оверсайзу относитесь? Не очень, понимаете? Не очень, потому что скрывает фигуру. Есть что-то показать, зачем одевать кофту-балахон, когда есть талия. То есть вы к оверсайзу относитесь как к балахону? Да. Умеете ли что-то делать вы руками, ручные какие-то техники? Да, конечно. Что умеете? Шить, вязать, вышивать? Занимаюсь, делаю брошки. О, то есть вы одеваете, то есть вы брошки носить умеете, вам это нравится, и вы делаете. Нравится. Насчет умею не знаю, но нравится, я их одеваю. Спасибо большое, Валентина, что вы пришли на этот проект. Нам будет интересно поработать с вашим образом. Мы надеемся, что мы предложим вам то, что вас устроит. Я тоже была рада с вами познакомиться. Спасибо. До свидания. До свидания. К сожалению, вещи, которые принесла нам Валентина для переработки не годятся для работы с ними. По причине того, что это синтетические ткани, которые уже утратили свой презентабельный вид. И, скорее всего, что эти изделия можно будет перерабатывать только уже каким-то химическим или иным способом для того, чтобы получать какой-то новый продукт, новое сырье для чего-то и так далее. Скорее всего, что в данном случае мы героине предложим новое какое-то решение с учетом ее пожеланий. Мы услышали важную для нас информацию. Мы ей воспользуемся и надеемся, что проект устроит нашу героиню. Наступает самый любимый момент нашей программы. Мне ужасно не терпится увидеть ту самую эксклюзивную вещь, которую заполучила Валентина. И мы приглашаем в нашу студию Валентину Федько, а также студентку Института дизайна и технологий будущего модельера Катю Иванову. Девочки, проходите. Под громкие аплодисменты. Ой, мне очень нравится. Ну что, не будем мучить Валю? Нет, Валя. Вика, помогай. Валя, поворачивайтесь в зеркало. Куда тебе деваться? Раз, два, три. Ну как? Мне понравился цвет. Прям вот. А мне нравится то, что эта вещь как бы из материала, который используется в спортивном гардеробе в основном, но она такая романтичная получилась. И одновременно, да, и спортивная. Это прям потрясающе красиво. Ну Валя, ну скажите еще что-нибудь. Как вам? Непривычно мне рукава, вот это я могу сказать, потому что я всегда ношу все обтягивающее. Но я хочу сказать, что это шаг к взрослому гардеробу. Да, это правда. И я хочу спросить у Кати. Катя, как вам пришло в голову сделать именно такую вещь для нашей Вали? Ну, Наталья Олеговна сказала про то, чем мы вдохновились. Это рассказом Валентина о том, что он носит одну вещь на двоих со своим сыном. И хотелось создать такую вещь, которую будет носить только исключительно она. Сын на нее даже не посмотрит. Вот, хотелось создать вроде как такую молодежную вещь, но с какими-то женственными деталями. И пришло в голову создать объемные рукава, потому что это всегда ассоциируется с романтическим стилем. Создать такие необычные рельефы, кокетки и спинки. Вот тут нижнюю обтачку сделать тоже необычно. И в итоге получилось такое изделие. В принципе, и спортивное, и романтичное. И его можно надеть, в принципе, и на прогулку, и с сыном. И на, как уже сказали, на танцевальное. Да, и на свидание. Удобно, главное. Вещь очень универсальная, на самом деле, получилась. И хоть Валентина не приемлет оверсайз, но это не смотрится оверсайзом, на самом деле. Это смотрится вещью определенного формата. Объемы все здесь продуманы. При этом здесь очень тонко сочетается спортивный стиль и романтический. Вы здесь увидите и люверсы, которые в спортивном стиле используются. И приемы вот этих кулис. Но вот в этом найденном объеме рукавов, которые очень женственные, и которые напоминают нам совершенно как бы другую одежду, это, конечно, выглядит по-другому. Плюс мы очень долго совещались по поводу цвета. Цвет Валя любит. У нее в приоритетах был написан сиреневый. Но когда Катя предложила вот этот чернильный красивый цвет, мы подумали, что он, конечно, вот для такого формата модели будет очень классный. И это очень универсальный, на самом деле, получился вариант. Потому что я уверена, что не только джинсы, любые другие брюки, ну, не любые другие, а подобранные брюки правильные, платье длинное, платье более там короткое, рубашка под низ и какие-то классические брюки. То есть здесь, ну, просто бесконечный как бы ряд. И это тоже ведь осознанное потребление. Потому что мы получаем гардероб, изделие, которое будет нам служить долго. И в зависимости от сезона, от модных тенденций, мы можем постоянно менять свой образ. При этом это будет модно, актуально, но вещь может жить просто годами. Если еще добавить аксессуары, то есть вы можете здесь представить и маленькую сумочку, вы можете какой-то палантин, графичный, клетчатый, я не знаю, полосатый сюда. То есть вот этот как бы, вот этот цвет, он очень благодатный. И в плане как бы вот вариаций, вариантов доработки как бы образа, он как бы очень классный. Он вообще классный. И вот я, кстати, тоже очень хотела сказать о том, что эта вещь на долгие годы. И плюс, если вдруг когда-нибудь она вам надоест, лет через 35-40, Валя, вы сможете отдать ее в переработку, потому что это хлопок. Да. Приятно, что мы не видели интервью с нашими героинями. И я когда увидела, как Валя двигается, ее увлечение у нас было только прописано, и я увидела, насколько она этому отдается. И я подумала, ну мы точно попали, потому что это соответствует тому образу, который вот я увидела в интервью. Поэтому здорово, вам очень это идет. И прям замечательно. Ты чувствуешь в себе это все? Да. Ты готова? Это будет моя любимая вещь. Здорово. Это здорово, правда. И снова я захотела себе точно такое же что-нибудь. Но, конечно, я уже не буду просить Катю, чтобы она мне сшила все то же самое, потому что уж эксклюзивная вещь так эксклюзивная, уж уникальная так уникальная. Только у Вали такая будет. Катя, огромное вам спасибо. Я не буду вас больше задерживать. Я знаю, что у вас впереди еще куча работы, вы участвуете в конкурсе в этом году. Поэтому спасибо. С удовольствием мы под большие громкие аплодисменты проводим Кате. Вы потрясающе поработали. Вика, взрослая вещь в гардеробе Валентины. Классная взрослая вещь. Но, насколько я помню, все-таки в ее гардеробе особенно много детских вещей таких, инфантильных, в общем-то, и не нашлось. Ну, как раз особенной детскости я у Вали в гардеробе не нашла. А вот типичных ошибок, которые совершает большинство моих клиенток, я, к сожалению, увидела у тебя достаточно много. Да. Но об этом мы будем говорить позже. Сейчас давай сделаем так. Отправим Валентину за кулисы. Валя, вас ждет второе преображение образа стилиста. Ну, а мы, Валя, провожаем вас. А мы сейчас посмотрим, что же за вещи оказались в валеном шкафу. Но делаем мы это, конечно, с ее позволения. Друзья, сейчас будет самое интересное. Сейчас наш стилист Виктория Клочкова будет разбирать гардероб нашей героини. Виктория Клочкова Имидж-стилист, шоппер, визажист, парикмахер, эксперт, наставник. Выпускница Академии Мэйкарт. Стилист итальянского модного дома вечерней и свадебной моды Константина. Ведущий стилист Имидж-агентство Ордеров Рехаб. Город Москва. Автор и ведущая мастер-классов по красоте, индивидуальному стилю и личному имиджу. Убеждена, что гардероб должен отражать гармонию внутреннего мира и выгодно подчеркивать внешнюю красоту. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Меня зовут Виктория, я стилист. И я пришла помочь сделать вам ревизию гардероба и научить создавать красивые и стильные образы. Хотите? Очень приятно. Я вас ждала. Ура! Приступаем к работе. Приступаем. Отлично. Я любуюсь твоим гардеробом, потому что такого разноцветия я не видела уже очень давно и, честно говоря, даже не знаю, с чего начинать. Но первое, на что я смотрю, я вижу вот эти невероятно красивые, как мне кажется, брюки цвета лаванды. Точно. Чутье меня абсолютно не обмануло. Это брюки. Очень-очень нравится мне, что у тебя здесь классный пояс, который сейчас, на минуточку скажу, что очень актуальный. Но что я здесь вижу? Валя, почему здесь какой-то мишка нарисован? Они продавались вместе с этим ремнем. А почему же ты купила-то такой ремешок? Мне кажется, это детский отдел. Нет, это было взрослое отдел, и они так вместе продавались. Я даже не смотрела. Что мы видим дальше? Опять у меня глаза разбегаются. Смотри, здесь у тебя джинсы. И здесь, удивительно, у тебя тоже джинсы. Они мне очень нравятся. В отличие от этих, то есть они вообще никак меня глаз не привлекают, то эти джинсы у нас с тобой еще и интересно декорированы. А давно искала? Легко нашла такие? Я их купила в секонд-хенде в Санкт-Петербурге. Ого! Вот это платье. Скажи, носишь ли ты его? Да, конечно, ношу. Мне оно очень нравится. А, хорошо. Какая обувь к нему предполагается? Туфли. И все? Да, да. Смотри, это немножечко грустно и скучно. Туфли – это очевидный выбор. Но я бы тебе рекомендовала бы сюда взять нейтральную спортивную обувь. Это могут быть у тебя кеды белые, голубые или какие-нибудь цвета графита. Мы с тобой их или поищем, или, возможно, в твоем гардеробе что-то такое уже есть. Есть. Отлично. Так, ну что? Тогда мы с тобой приступаем к аксессуарам. Аксессуаров у нас не могу сказать, что огромное количество, но даже то, что я вижу, мне уже у тебя очень нравится. Мы с тобой поговорили про ремни. И, между прочим, как раз вот такой вот ремень. Он выглядит невероятно хорошо. Не забывай, пожалуйста, только регулярно приводить его в порядок. Я смотрю, что у тебя обуви достаточно немало, но, Валя, у тебя раз, два, три, четыре, четыре пары кроссовок. У тебя одни туфли на каблуке, а в целом у тебя обувь практически вся в спортивном стиле. Я ношу такой стиль. Давай попробуем придумать что-то другое. Поверь, я точно смогу тебе доказать, что ты сможешь ходить в удобной обуви, но при этом это будет выглядеть немножечко по-другому, гораздо более стильно, актуально, и ты будешь выглядеть в подобной обуви гораздо более интересно. А сейчас, Валя, я хотела предложить бы тебе составить самой тот образ, в котором ты себе нравишься, и который, как ты считаешь, выглядит стильным, модным, актуальным и просто очень клевым. Я дам тебе профессиональную обратную связь, и затем сама составлю тот образ, который вижу на тебе я. Валя, я знаю, сколько тебе лет, я знаю твое семейное положение, но другие про это так и никогда не узнают. Это детская футболка, это джинсы, которые, боюсь, тебе даже велики, но самое главное – кроссовки, блестящие. Что это? Нет, я не согласна, и разреши, я покажу тот образ, который вижу на тебе. Можно? Конечно. Валя, я в таком восхищении, и я так рада, что нашла это платье, что я нашла эти туфельки, потому что вот твой готовый стиль романтический, женственный. Мамы – мальчика, мальчика-подростка, который будет смотреть и восхищаться тобой. Запоминай, пожалуйста, крой платья, запоминай, пожалуйста, цветовую гамму, которая невероятно красиво работает с твоими глазами. И ты великолепна. Нравишься ли ты сама себе? Конечно. Очень рада. Я очень рада, спасибо большое. Валя, я не прощаюсь. Нам с тобой нужно еще встретиться для того, чтобы я подобрала тебе какие-то вещи, которые мы впишем в твой гардероб еще. Здорово. Я буду ждать. Пока Валентина готовится показаться нам в новом образе, обращаюсь к Вике. Вика, расскажи, пожалуйста, за счет чего будем создавать образ взрослой женщины? С большим удовольствием, потому что этот вопрос мне задают мои клиентки постоянно. Но перед тем, как начать рассказывать об этом, я хочу обратиться к нашим прекрасным экспертам. Скажите мне, пожалуйста, есть ли в вашем гардеробе футболки, может быть, какие-то свитшоты с сказочными персонажами, с мультипликационными? Может быть, это какие-то надписи с немножечко инфантильными или подростковыми? Что скажите? У меня есть. У меня есть футболка с рыбками. Это самое первое, чего не должно быть в вашем гардеробе. Рыбок, не должно быть котиков, не должно быть каких-нибудь пингвинчиков на вашей городской одежде. Если вы хотите состояться в этом социуме, пожалуйста, оставьте все вышеперечисленные персонажи для домашнего уютного гардероба. Не стоит выбирать вот такие самые простые джинсовые куртки, не стоит выбирать какие-то кроссовки с надписями, не стоит пользоваться вот такими платочками. Я знаю, дорогие женщины, что практически каждый из вас считает, что взрослый гардероб или гардероб взрослой женщины – это что-то очень спокойное, это что-то очень нейтральное и с красивым ярким шарфиком. Боюсь, что вы можете получить немножечко старомодный образ, но сказать, что только таким образом вы можете произвести впечатление то, которое вам нужно – нет, абсолютно не только. И первое, пожалуй, о чем нам нужно поговорить – не бойтесь цвета. Выбирайте, пожалуйста, в своем гардеробе активные цвета, достаточно сложные. Я бы назвала их прекрасными взрослыми цветами. В данном случае мы выбираем вещь из подросткового гардероба, но при этом цвет хвои дает несколько другое впечатление. А в сочетании, например, вот с таким прекрасным шелковым платьем винного оттенка получается образ стильной, молодой, но при этом взрослой женщины. Безусловно, не стоит забывать о сложных вариантах вашего образа. Вы можете, опять же, взять прекрасную обувь из базового гардероба, вы можете взять джинсы, дополнить вот таким прекрасным жакетом, который мы в этом сезоне носим, немножечко оверсайз. И вот этих принципов вам будет вполне достаточно, чтобы производить ровно то впечатление, которое вы хотели бы. Взрослая, стильная, современная женщина – это гораздо проще, чем вам кажется. Аня, готова ли ты эти приемы попробовать в жизни? Конечно, я готова, но мне кажется, что я и без того довольно взрослой выгляжу. Однако, эта информация чрезвычайно полезна тем, кто хочет с помощью именно таких визуальных эффектов превратиться из девочки-подростка в элегантную взрослую женщину. Мы эту задачу точно решим, вы в этом очень скоро убедитесь, друзья. Однако, давайте вспомним о том, что мы утверждали в самом начале. Каждая из нас красива. Если не верите мне, пожалуйста, поверьте человеку, который это доказывает на практике. Встречаем еще одного нашего эксперта, стилиста, продюсера съемок – Ульяну Исаенко. Здравствуйте. Здравствуйте, Ульяна, садитесь, пожалуйста. Ульяна, смотрите, наша героиня не считает себя красивой. И я знаю, что это распространенная такая проблема. Наши женщины выискивают в себе массу недостатков. Как все-таки сделать так, чтобы женщины почувствовали себя красивыми? Да, к сожалению, вы правы, этого очень много. Опять же, к сожалению, могу это сказать тысячу раз. И причем, знаете, даже вот эта история, когда ты делаешь кому-то комплимент, мы всегда, вот мы все с вами, мне кажется, большинство девочек начинают оправдываться, будто бы за то, что она похудела, и ты ей об этом сказала, или она классно выглядит. Я не знаю, это заложено как-то кем-то, не знаю, чем-то в нашу какую-то ментальность почему-то, но это так. И изменить это очень сложно, мне кажется. Ну, то есть человек просто сама, девочка, женщина должна, я не знаю, должна, наверное, над собой немного поработать, и должны быть просто рядом люди, которые могут ей об этом сказать компетентно, с какими-то доводами, ну и плюс просто ее близкие, которые будут ей об этом напоминать потом постоянно. Ну, то есть это все-таки из внешнего источника нужно черпать вот эту информацию? Нет, ну вообще, вообще, на мой взгляд, это, конечно, внутреннее ощущение уверенности в себе, любви к себе. Это, конечно, просто нужно выработать какими-то внешними, я так думаю, факторами, которые это в тебе как-то возродят внутренне, и ты начнешь, ну, так думать и так себя чувствовать. Наверное, так. Ульяна, мне очень нравится все, что вы сказали, и я бы очень хотела, чтобы вы это сказали нашей героине лично. С удовольствием. Но для этого нужно позвать ее в студию. Итак, встречаем Валентину. Валя, заходите. У меня немая сцена в голове, потому что мне очень нравится образ Вали, и мне очень нравится, что, по-моему, мы все-таки решили ту самую задачу, которую хотели. Причем, заметьте, нет, я, наверное, не буду забегать вперед. Давайте сначала Валя посмотрит на себя. Давайте. Давайте. Мне очень хочется знать, что ей тоже нравится результат. Готовы? Смотрим. Раз, два, три. Ну как? Хорошо. Скажи хоть слово. Я волнуюсь. Это не я как будто бы. Но это ты. Здорово. Это правда здорово. Смотрите. Свитшот кроссовки, да? Но выглядит это совсем по-другому. И в чем тут секрет? Я думаю, что Вика должна нам рассказать. Да, обязательно я расскажу. Тем более, что настолько мне хотелось помочь Вале осуществить ее желание выглядеть одновременно взрослой, но молодой, стильной женщиной, которой будет гордиться сын, что я продумала образ до мелочей. Я подобрала для Вали свитшот, решенный в очень модном приеме. Немножечко оверсайз. Принт очень тонкий и изящный. Красиво сочетается с тонкими чертами валиного лица. А также голубой оттенок. Смотрите, как невероятно красиво открывает Вали на глаза. А сочетание сложных взрослых цветов бордо на юбке и голубого вместе дает еще и красивое интересное решение. Валь, ну нравится? Честно. Конечно, нравится. Валя тоже онемела слегка. Ульяна, ну красивая же, правда? Потрясающая вообще девчонка, при этом женщина. Нет никакого ощущения совершенно, что это какая-то подростковая история. Это выглядит очень стильно, современно, актуально по силуэту, по цветам. Просто красивейшая. Ты просто красивейшая. Ульяна, наша Валя очень любит устраивать фотосессии и сама придумывает себе образы. У нас эти образы вызывают вопросы. Вот скажите, в каких образах вы бы видели нашу героиню? Что может быть в следующий раз ей придумать для очередной фотосессии? Я бы видела Валю, конечно, в разных абсолютно образах, но это всегда была бы какая-то история не про такой немного фриковый, прости, в нормальном, адекватном понимании этого слова, ну история, а про какую-то все-таки более... это бы тоже было что-то необычное, потому что я понимаю, что это близко, и в этом она была бы гармонична, и все взгляды были бы честными и правильными, ну, с ее стороны. Но это была бы какая-то, конечно, история про то, чтобы показать ее женственной, красивой, молодой, но взрослой, какой-то вот такой вот правильно необычной. Вот Ульяна говорит, а у меня прям в голове картинки. Так здорово она говорит. А у меня картинки, знаете, какие? Такая ретро-романтика. Я почему-то вижу какие-то шляпы, я вижу какие-то платья старой машины, какие-то первые мотоциклы, я не знаю. Мне кажется, это ей близко на самом деле, причем в монохроме в каком-то. Мне кажется, Валя просто очень круто может там смотреться. Да, я согласна. Это людей. То есть это прямо тема для фотосессии может быть прям классная, мне кажется. Здорово. Но в любом случае мы все соглашаемся с тем, что Валя невероятно привлекательная, притягательная, мне очень нравится. И прежде чем с тобой, Валя, попрощаться, я хочу, чтобы все наши эксперты Вика, Ульяна, Наталья Олеговна, Сергей, сказали тебе что-то доброе, хорошее и очень вдохновляющее. Валя действительно преобразилась. И мне кажется, она готова принимать себя вот такой красивой, женственной. И я бы хотела, чтобы вы это в себе прям вот культивировали, как красивый цветок, который распускается, который набирает силу. Я думаю, что если вы будете в этом уверены, то и окружающие это заметят и будут вас поддерживать в этом. Поэтому удачи вам. Валя, я на самом деле не понимаю этой несправедливости, не готова с ней мириться, почему такие красивые девочки, почему-то где-то как-то в себе не уверены. Как это работает, не понимаю. Я знаю ряд людей, у которых менее привлекательные данные внешние, которые в себе максимально уверены. Я хочу, чтобы ты об этом знала. Для этого, конечно, тебе нужно об этом почаще напоминать. И не теряй свою вот эту все равно такую молодую, классную какую-то наполненность. Ну, несмотря на то, что там задача стать чуть более посерьезней, да, как-то внешней, все равно вот этот классный задор, его очень правильно и классно в тебе сегодня перетрансформировали. Я хочу, чтобы ты это сохранила, но не потеряла себя, а при этом очень правильно с этим просто научилась работать. И это очень легко. Просто смотри больше, тренируй свою насмотренность, слушай и просто получай от этого удовольствие, постарайся. На самом деле это очень интересный процесс. Я вижу, как вы изменились и что вам само это нравится. У вас был запрос первоначальный выглядеть более взросло. Вот если бы была волшебная палочка, мы бы вот так взмахнули и добавили каким-то образом эту взрослость. Она бы проявилась в вашем поведении во множестве крохотных, но конкретных деталей. Поэтому, когда вы накапливаете эти изменения в реальности, вот делайте, как если бы это уже было. Одно, другое, третье, пятое, двадцать пятое, сто семьдесят шестое. В какой-то момент множество этих фактов, как база данных накапливается, щелк, и оно переворачивает внутреннее самоопределение. Поэтому делайте крохотные маленькие шаги, как если бы отмечаете их прям, копите, и это перевернет ваше восприятие. Валюша, я очень согласна со всеми экспертами, а от себя я хочу сказать, что я работала с тобой с огромной любовью. И мне хочется, чтобы вот этот наш опыт твоей трансформации стал основой твоего большого, красивого, жизненного пути. И ты продолжала чувствовать себя взрослой, стильной, современной женщиной. Валя, большое спасибо за то, что вы приняли участие в нашем проекте. Это было очень смело, и мне очень нравится результат. И я вижу, что вам он тоже нравится. И я очень надеюсь, что теперь вы, как в том фильме, так будете выглядеть всегда. Мы провожаем нашу героиню под аплодисменты в новую жизнь. Спасибо, Валя. Спасибо всем нашим гостям и экспертам. Это был проект «Одеть надежду», где мы создаем нашим героиням обновленные образы и гардеробы не для картинки, а для реальной жизни. И помогаем им всегда надеяться на лучшее. Например, на то, что они достаточно взрослые, чтобы окружающие воспринимали их всерьез. Не бойтесь пресекать тех, кто забрасывает вас непрошенными советами. И смело носите худи, свитшоты, джинсы, кроссовки. Это не придаст вам подросткового вида, если вы научитесь составлять небанальные сочетания. Меня зовут Анна Тух. Увидимся через неделю.